Привет, я Сара из BumbleRide, и в рамках нашей новой коллекции мы представляем экологически чистую упаковку без пластика, и я покажу вам, как ее распаковать прямо сейчас. Мы больше не используем скотч на коробках, так что вам просто нужно найти точку, что ты можешь открыть его. И если у вас возникнут проблемы с этим, вы всегда можете воспользоваться ножом для масла, чтобы открыть коробку. Как только вы откроете коробку, вы найдете эту ручку. Просто открой дверь. Вот инструкция по эксплуатации. Убедись, что не выбросишь это. Это пригодится тебе позже, и мы еще вернемся к этому вопросу. А потом просто вытащи его. Чтобы установить свой инди, первое, что нужно сделать, это снять два задних колеса. Мы включили сюда краткий справочник, объясняющий давление в шинах колес. А потом вот это расстегивается, и оно проскальзывает внутрь. Вот здесь ты найдешь переднее колесо. Просто вытащи его. Чтобы начать установку инди, проще всего перевернуть его тканью вверх, а затем снять автоматическую блокировку. Когда вы услышите щелчок, вы поймете, что он открыт и заблокирован. Также стоит отметить, что теперь у нас есть и прогулочные коляски, которым уже прикреплен навес, а также задний тормоз. Вместе с этим коричневым конвертом, который является нашим информационным пакетом. В нем будет инструкция, а также оборудование, которое вам понадобится, когда вы будете прикреплять переднее колесо. Но мы начнем с крепления задних колес. Когда вы устанавливаете заднее колесо, вам нужно просто надеть его на тормозную планку. И вы услышите щелчок, означающий, что оно включено. Когда вам нужно освободить заднее колесо, просто потяните за штифт колеса здесь, и вы сможете выдвинуть его. Для крепления грузовой корзины есть три защелки, которые крепятся к нижней планке на раме. Чтобы закрепить переднее колесо, первое, что вам нужно сделать, это найти все необходимые крепежные детали, в том числе передний болт и гайку, а затем инструменты. Шестигранный ключ и разводной ключ. Ты вставляешь колесо между двумя передними вилками и удерживаешь его там, пока продеваешь болт между вилками и колесом. Вот здесь он должен выйти с другой стороны. А затем прикрутите болт вот так. И в этот момент очень важно, чтобы вы затянули его с помощью этих инструментов, чтобы убедиться, что колесо полностью закреплено. Последнее, что вам нужно сделать, если вы используете планку бампера, это просто вставить ее в два паза с обеих сторон, щелкнуть, и тогда ты можешь идти.